МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно, для меня и для многих жителей нашей страны на прошедшей неделе главной новостью стало то, что ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями. Нужно понять, что это значит, чем это для нас чревато и так далее. Ну, технически это означает, что эти организации, эти сообщества были признаны незаконными и преступными, потому что все-таки экстремизм – это преступление понятийное. Это значит то, что вообще в принципе вот этот подход признается преступным. То есть многие уже сказали о том, что борьба с коррупцией в нашей стране теперь считается экстремизмом. Ну, по большому счету – да. То есть если вы системно и как бы по-научному начинаете бороться с коррупцией, я не говорю конкретно о штабах Навального или о ФБК вообще, в принципе, то вероятнее всего вы тоже попадете в ту же категорию, которая называется экстремизмом. И в первую очередь, на мой взгляд, это опасно и вредно тем, что в стране нивелируется само понятие экстремизма. То есть если до определенного момента это действительно тяжкое преступление и отвратительное явление было объективно у нас осуждаемо, то теперь к настоящим экстремистам можно приравнивать там всевозможных участников этих движений. И становится не совсем понятно, кто экстремист, кто не экстремист. Очень сложно, очень неправильно, на мой взгляд, это сделано с точки зрения настоящего экстремизма, настоящих проблем с этими явлениями. Но, как говорится, закон есть закон, решение есть решение. Мы обязаны принимать вот это судебное решение. И здесь возникает очень интересная вилка. Эта вилка на самом деле означает вот что. Если движение Навального, его вот этот вот, как там он, фонд борьбы с коррупцией и прочее прочее, были действительно органично необходимы населению, то тогда это возникнет снова. Ну, в другой форме, под другим названием, может быть, с другим лидером. То есть если в этом есть потребность. А если этой потребности не было, и, как говорят наши пропагандисты, все это, там, происки Запада и, там, каких-то, там, непонятных сил, ну, тогда, конечно, под спудом вот подобных решений они не возобновятся. Вот, собственно, мы и посмотрим, значит, появится снова в какой-либо виде, в каком-либо виде, в какой-либо реинкарнации вот этот вот Навальный, его фонд, или нет. Вот. То есть и все споры, в общем-то, будут разрешены в пользу или против того, насколько Навальный был естественным явлением, или насколько он был, ну, там, заслон солдатами НАТО, да. То есть вот примерно такая история. Но черта подведена, итог есть. Лилия Чанышева уже заявила, что она сильно болеет и не будет баллотироваться в Горсовет. Честно говоря, вот подобное заявление, ну, это стыдно. Вот честно, это стыдно. Ну, могли бы набраться мужества и сказать, что, ну, там, да, вот нас там запретили, нас подвергают гонениям, пятое-десятое, ну, вот у нее нога заболела. То есть, ну, жаль, жаль. Никогда они сами, наши уфимские Навальнета, не выглядели, ну, абсолютно достойны. И теперь, конечно, уходят они немножко совсем уже некрасиво. Но, как говорится, Навальный им судья там, или кто у них там бог. В общем, вот так. Теперь с сегодняшнего дня, вернее, с 10 июня Навальное и его движение находятся вне закона в Российской Федерации. У меня складывается впечатление, что Хабиров существенно больше участвует в всевозможных рейтингах, которых у нас становится все больше и больше. У меня складывается впечатление, что рейтинги – это какой-то свой особый бизнес. Я уже подумываю о том, не завести ли нам какой-нибудь рейтинг каких-нибудь глав районов республики Башкортостан и постоянно там ротировать этих маленьких и средненьких начальников и так далее. Но, тем не менее, вот на прошедшей неделе было аж две новости по поводу рейтингов, которые угодил Хабиров. Одна плохая, другая хорошая. И складывается впечатление, что кто-то и где-то пытается уравновешивать все эти события. Говорю я, в частности, о падении Хабирова в рейтинге агентства политических и экономических коммуникаций. Там он потерял аж шесть позиций и перешел с 21 на 27 место. В стране, напомню, что у нас во всей России 85 губернаторов, и вот 27 место – это где-то там какая-то первая треть. А вот на так называемой бирже губернаторов Хабиров поднялся вверх после того, как его похвалил Путин за активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Ну, вот еще раз. Все эти рейтинги, они такое ощущение, что начинаются рейтинги ради рейтингов. Вот тут поднялся, там упустился. Здесь, значит, злопухатели кому-то там не заплатили. Тут, значит, приплатили или в рейтинге поднялся. Вот, честно, у меня такое ощущение. Я не знаю, правда, я не знаю, как на самом деле работают эти механизмы. Может быть, у нас есть и честные рейтинги, но вот этот рейтинг точно какой-то очень-очень странный. На прошедшей неделе было достаточно много новостей, событий, связанных с кадровой ситуацией в республике, с перемещением кадров, с назначением и так далее. Но, на мой взгляд, важнейшим было, конечно, назначение министра транспорта и дорожного хозяйства по республике Башкортостан. Это, ну, уже наболело и на самом деле напрашивалось. В том смысле, что господин Морзаев у нас давным-давно уже окопался в должности помощника Хабирова. Там он еще несколько дней где-то побегал вдалеке совсем-совсем. Потом ему разрешили вернуться. В общем, ну, занимает неопределенную позицию. Ну, и господин Жульков, который вот все эти мучительные месяцы мучительно докладывал о росте, значит, смертности на дорогах и там вот этой вот, вот этой вот разметки и так далее, тоже, в общем-то, конечно, не годился на эту должность. И вот свершился выбор, значит, министра транспорта и дорожного хозяйства. Но, честно говоря, этот выбор меня, ну, обескуражил до крайности. Значит, на должность министра назначен Александр Булышев, некий. Ну, мало кому известная фамилия, но давайте посмотрим трудовой путь этого героя и поймем, что произошло. Десять лет, последние десять лет, господин Булышев занимает должность топ-менеджера компании Битум Оилл. Вот, Битум Оилл, Министерство дорожного строительства. Вы понимаете, да? То есть, ну, сказать, что лесу поставили сторожить курятник, наверное, ничего не сказать, если честно, да. Сказать, что у нас не было никаких претензий к составу Битумов в Башкирии в последние даже не два года, а в последние десять лет, ровно те же самые десять лет, это тоже ничего не сказать. Еще при Хамитове разразился скандал, и Хамитов потребовал закупить вот эту вот дорожную лабораторию, которая будет промерять, промерять и проверять состав и качество вот этих Битумов, которые идут на дорожные работы. Я не знаю, какой процент участия компании Битум Оилл в поставках того самого Битума для дорожного строительства Уфы. Могу предположить, что этот процент резко вырастет после прихода господина Булушева к должности. Но вот подобное демонстративное назначение интересантов на довольно высокие ответственные государственные должности, это, конечно, вопиющая история, на мой взгляд, ну, как-то уже совсем без комментариев, да? Радий Фаритович, вы чем думали, когда вот это делали вообще? Как это выглядит? Как это будет работать? Если этот мужчина, вот этот Александр Булушев, в состоянии полностью предать интересы своего родного предприятия, на котором он трудился десять лет, так он и вас предаст так же. А если он не предаст интересов своего родного предприятия, на котором трудился десять лет, тогда он и дальше будет трудиться в интересах этого предприятия. А нам точно этого не нужно. Нам нужны дороги, Радий Фаритович, а не вот эти вот битум-ойлы. В общем, я предрекаю, ну, абсолютные проблемы и абсолютный коллапс в этой сфере, я предрекаю, что 30 миллиардов рублей, которые выделены на дорожное строительство, только в этом сезоне пойдут незнамо куда. В общем, смотрим за разметочками, вот за этими вот, да, смотрим за качеством асфальта, смотрим, как вновь и вновь он наматывается на колеса при температуре плюс 30 градусов. Помните, да, эту историю? Тот самый вот битум поминали тогда. Ну, в общем, я в шоке. Еще один скандал, намечающийся в области кадровой политики в республике, это то, что в госсобрании республики Башкортостан в нашем парламенте заслушали отчет Министерства финансов, и при этом претензии были, собственно, не к самому министерству, распределяющему бюджет в республике, а к конкретным ведомствам, которым этого министерства выделяло деньги. Речь идет о госпоже Бойцовой, которую вроде как отставили от должности и прочее, прочее, но наши депутаты, бдительные жириновцы и некоторые примкнувшие к ним предъявили претензии постфактум. Я не знаю, что помешало господину Рябову выдвинуть эти претензии сразу, когда еще Бойцова была министром, но вот теперь, когда она уже не министр, значит, ей выдвигают претензии, в частности, на конкретные суммы, о том, что 154 миллиона рублей госпожа Бойцова потратила на поднятие некого престижа деятельности предпринимателей. Я не знаю, как она подняла его, не поднялся он, не поднялся этот престиж у нее. Но мне интересно, а чем измеряется вот это вот поднятие престижа? То есть у каждой финансовой процедуры в государстве, у каждой затраты, у каждого существенного финансового вливания в государственной системе должен быть некий KPI, то есть некая система оценки, насколько это... Вот этот подъем у Бойцовой, чем был оценен? Насколько градусов она подняла, там, или, там, не знаю, метров, сантиметров? 154 миллиона девушка истратила. Это вам не шутки шутить. Ну, далее, там, 350 миллионов она истратила на IQ, парк, и деловую литературу, как указано у нее в документации тоже, насколько это деловая литература. Можно ее почитать, Римма Юрьевна? Хотя бы выложите, там, PDF-чики какие-нибудь. Мы, ну, глянем одним глазком, на что вы 350 миллионов пульнули. Ну, и в целом господин Рябов в госсобрании говорит о том, что Римма Юрьевна Бойцова на посту руководителя комитета по поддержке предпринимательства, ну, как бы, истратила, потеряла, вложила, распилила. Это, как говорится, следствие покажет. Но сумму, превышающую 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Напомню, что Римма Юрьевна Бойцова – это прямая ставленница и протеже Александра Сидякина. Он ее буквально за руку привел из Москвы, она вообще не башкирская. И вот эта вот талантливая девица освоила 1 миллиард и 200 миллионов с хвостиком за очень короткий промежуток времени и абсолютно сухая ушла из воды. Значит, как говорится, не замочив ног, и вот сейчас ее пытаются привлечь хоть к какой-то ответственности господа наши депутаты. Очень смешно выглядело, когда Константин Шигемуратов, руководитель нашей контрольно-счетной палаты в Башкирии, выбежал вперед и стал себя бить в грудь, что он сейчас же организует проверку деятельности Риммы Бойцовой о том, что вот, ну, там, устратила она правильные или неправильные деньги. Всем давно известно, Константин Нилович, что вы являетесь некой такой крышей, неким таким прикрытием для наших чиновников, которые попадают под угрозу проверки. Давайте Римму Юрьевну проверит прокуратура. Вот она считать умеет. Нам не надо ваших вот этих КСПшных проверочек, Константин Нилович, потому что всем известно, что ваши проверки заканчиваются ничем. Но симптоматично, что когда Шигемуратов выбегает вперед в присядку, начинает, значит, отстукивать каблуками, рассказывать о том, что он сейчас всех строго проверит, это плохой симптом. Это значит, действительно есть что проверять. И правда должна проверять прокуратура, Следственный комитет, а лучше всего ФСБ. Вот Римму Юрьевну Бойцову точно должно проверить ФСБ. А еще на прошедшей неделе у нас заявилось то самое ФСБ к руководителю Куйургазинского района, к главе Куйургазинского района, Юлаю Ильясову, с вопросами по поводу обоснованности покупки для него, этого самого Юлая Ильясова, жилья и ремонта в этом жилье. И лучший друг, заходычный, старинный друг Хабирова, как говорится, скажи мне, кто твой друг, Юлай Ильясов, загадочным образом приобрел за бюджетные деньги для себя дорогое жилье, и отремонтировал еще его вслед на 4 миллиона рублей, с чем категорически не согласна ФСБ, полагающая, что это относится к разряду злоупотреблений. Господин Ильясов тщательно и старательно все отрицает, уверяет, что все законно и правильно, вообще ему жить негде. Давайте проверим, сколько квартир, в которых жил господин Ильясов в Уфе, сколько этих квартир переоформлено на его знакомых и родственников. Проверим просто вот этот вот механизм. Ну, чтобы для начала утверждать, что действительно господин Ильясов абсолютно не владеет имуществом и собственностью, он самоотверженно отправился управлять Куйюргазинским районом, продал все, что у него было в Уфе, у него абсолютно нет средств на то, чтобы приобрести жилье, и вот тогда Куйюргазинский район, не самый богатый в республике, ну, вынужден купить этому страдальцу приличное жилье, да еще и отремонтировать его. Я подозреваю, что он купил его не в собственность, возможно, в пользование, но, учитывая то, что господин Ильясов будет руководить Куйюргазинским районом ровно столько, сколько будет руководить Башкортостаном ради хабиров, то есть и эта связь абсолютно неразрывна, надо понимать, что человек, ну, получает в пользование достаточно надолго эти все вещи и уже там почти два года этим пользуется. В общем, тут я считаю, что господа из ФСБ немножко поторопились, им нужно было вначале проанализировать финансовое и имущественное положение господина Ильясова в Уфе, в Башкирии, в России в целом, и, кстати, даю наводку, в Турецкой республике, и вот после этого предъявлять господину Ильясову какие-то претензии и вопросы, потому что, ну, приобретать жилье за счет района можно только тогда, когда у человека действительно вообще ничего нет, негде ему жить, и он такой, значит, с баулами стоит, значит, у порога администрации, при этом он глава администрации. Ну, тогда можно купить ему служебное жилье. А если он себе в состоянии купить квартиру, продав одну из квартир где-нибудь, которые у него есть, я думаю, что вполне, думаю, что было бы разумно, чтобы он так поступил. Ну, посмотрим сейчас. Мы пристально следим за судьбой этого человека. Я испытываю искреннюю неприязнь к Юлаю Ильясову, зная его трудовой путь, зная его человеческие качества. Человек это очень плохой. И я, ну, с надеждой смотрю в будущее в том смысле, что суровая кара революционного правосудия его все-таки настигнет рано или поздно. Ну, и традиционно мы сегодня говорим о новостях в области строительства, в области недостроев, в области конфликтов, связанных со строительством Уфи и Башкирии. Самым, конечно, ярким событием в этой сфере было то, что на прошедшей неделе Настенька, вот эта вот, одна из, не знаю, кто у них ЗИТа, кто у них ГИТа, но, в общем, есть там такая Настенька, она явилась в мэрию, неся на плечах погребальный крест. Ну, вот это был такой перформанс. В мэрию, понятное дело, не пустили с таким реквизитом. Когда ее спросили, что происходит, зачем ей крест и прочее, Настенька объяснила, что ей, как ей кажется, это символ того решения, которое было принято в отношении дома на Конституции 5. Сергей Николаевич Греков в этот раз был абсолютно последователен в своих решениях. Он уже, там, несколькими неделями ранее обвинил вот Настю и Аллу Яковлеву в том, что они лгуни, и то, что он не будет с ними общаться, и, ну, как бы, все, дверь закрыта. И в этот раз он выдержал, значит, этот напор и вот это нашествие крестоносцев в прямом смысле и не, как бы, не среагировал на это дело. Настенька потопталась у входа и с крестом ушла. Очень примечательно, что она не оставила крест у входа, а забрала его с собой. Ну, понятное дело, вещь полезная, в хозяйстве может пригодиться, еще, может быть, какой-нибудь другой перформанс можно будет с ним произвести в том смысле, что, ну, ну, мало ли какое поручение даст еще Ренат Баширов. Может быть, она, там, будет протестовать против каких-нибудь, там, разработок полезных ископаемых или против полета воздушных шаров. То есть, ну, Настенька и Алла – это универсальные люди. В общем, крест они забрали с собой. Собственно, что еще происходило вокруг ПСК-6, это то, что в суде, который состоялся, значит, в Уфе, на тему незаконного отъема придомовой территории, то есть, ну, жители вот этого дома Конституции 5 подали иск о том, что у них, ну, похищена придомовая территория. Судья дал возможность подумать истцам, разобраться в своих претензиях, а они весьма противоречивы. противоречивы. Истцы не смогли до конца разобраться между собой, а их было всего три человека, из них два – это Настенька и Алла. И, в общем, ушли, и судья, ну, как бы, сжалившись над этими людьми, дал им еще 10 дней на то, чтобы они подумали. В целом, картинка, конечно, складывается весьма такая печальная и неприглядная, и складывается ощущение того, что и Настеньку, и Аллу, и вообще всю эту компанию энтузиастов вывели за скобки, и больше они не, как бы, участвуют в этом процессе по-настоящему. В том смысле, что, ну, очевидно, что отсутствует какая-то поддержка со стороны вот этих вот темных сил, вот этих вот Ренатов Башировых. По сути, это решение, конечно, правильное в том смысле, что, ну, давно пора было устранять и всю вот эту компанию, значит, я имею в виду вот этих девушек, и их режиссера-постановщика Рената Баширова из этой ситуации, потому что, ну, это, безусловно, был вред для всей сложившейся ситуации в городе и разжигало вот эти конфликты. Сейчас нужно искать пути выхода из этих конфликтов и никак, естественно, это не лежит, эти пути не лежат через контакты там ни с Настей, ни с Аллой, ни с господином Башировым. То есть, по-хорошему, да, действительно, их нужно придать забвению и начинать заниматься развязыванием всех этих узлов и запутанных клубков. Как я уже и говорил, в Менделеевском треугольнике, ну, вот, в этом знаменитом долгострое, который длится уже 14 лет, зреет колоссальное недовольство и колоссальная, значит, вскипает колоссальная энергия дольщиков, которые, ну, в очередной раз поняли, что их обманули. То есть, напоминаю, что там некий МУП, в котором уже бесконечно меняются руководители. Вот на прошедшей неделе опять я узнаю о том, что там новый руководитель в этом МУПе. Видимо, настолько горячее это место, что там нужно почаще менять начальников. И вот дольщики в очередной раз поняли, что их обманули. Ну, я не хочу обидного говорить про этих людей. Я знаю многих из них лично. Я понимаю, как они страдают и как они мучаются. Но надо отдать должное их терпению. 14 лет ждать и не предпринимать ничего кардинального в отношении той ситуации, которая сложилась вокруг них, это автоматически, пожалуй, того, что, ну, ставит знак равенства с тем, что они люди, которые могут терпеть бесконечно. Я знаю о том, что, ну, среди дольщиков, которые там были на Менделеева, есть уже несколько умерших собственников. Ну, люди умерли естественной смертью. То есть, пришло время. То есть, вот этот отрезок в 14 лет уже он в себя включает вот такие вот события. Ну, в общем, опять они потеряли терпение. Я ставлю в кавычки слово «потеряли» и слово «терпение», потому что, ну, опять они повесили плакаты. Плакаты уже такого очень кардинального и очень такого резкого содержания. Они обращаются и к Путину, и к Хабирову, и к кому только они не обращаются. Но, увы, полагаю, что Хабиров, обласканный Путином в последний раз на Петербургском экономическом форуме, не обратит внимания на несчастных с Менделеева. Я думаю, что все вот так будет дальше продолжаться. Рядом на их земле строится вот этот дом, который успешно продается мне, по крайней мере. Все время попадается реклама продажи вот этих домов, квартир, вернее, на Менделеева. У людей стоит 14 лет недостроенный дом. Рядом с ним, с нуля, только что возводят дом, и он достраивается. Прекрасно продается, замечательно, везде бурлит реклама. Там цены растут, кстати, на это жилье и прочее, и прочее. И люди сидят и смотрят, как вот их дома стоят недостроенные, рядом строят дом. Причем вот этот МУП, который, ну, у них попросил разрешение на использование части их коммуникации, разрешение согласия на использование прилегающей территории. Попросил при условии, что им достроят их дома, их квартиры. С каким цинизмом МУП поменял несколько раз директоров, которые сейчас разводят руки в стороны, говорят, ой, знаете, у нас там, ну, так, с деньгами не здорово. Ну, вообще вам ничего не должны. Так вот, по большому счету. Там где-то что-то прописано, но пока вот так. То есть, и вот, ну, Менделеевский треугольник – это недострой, в котором, ну, точно дважды обманутые дольщики. То есть, это абсолютно научный факт. Это дважды обманутые дольщики. Наверное, для России очень нетипичная история. Может быть, нам нужно какого-нибудь Хуснулина пригласить сюда, чтобы он приехал, посмотрел своими глазами. Потому что обманутых дольщиков в России много, а вот дважды обманутых, наверное, наберется не очень много.